Наш коллега Разиев Абдулев спрашивает, как вы прокомментируете информацию о визите сего веков в компанию Башкир Автодор? Вчера профи об этом сообщали. Ну, я прокомментирую эту информацию как закономерность. То есть, рано или поздно это должно было случиться. А какие предпосылки? Ну, потому что было много сигналов и информации о наличии проблем с этим предприятием. Башкир 2? Вот как бы не хотелось бы, потому что с Башкир там-то ведь все как-то затихло и улеглось. Да, если не слышали же полгода. Где возвращенные 400 миллионов рублей, которые были заявлены как похищенные? Где, ну, виновники? Ну, погодите, обычно такие вещи не скоро делаются. В смысле, десятилетиями? Ну, время какое-то потребуется. Всего полгода, по вашему миру прошло. Ну, вот я и хочу понять, это замнут или там все-таки, в конце концов, нам покажут, значит, там, какого-нибудь председателя совета директоров наручника? А Башкир-Фотодор-то какая подоплека? Ну, подоплека была в том, что существует масса вопросов по, ну, естественным бюджетным деньгам. Ну, то есть, в детали мы сейчас сдаваться не будем. То есть, у нас нет ни материалов уголовного дела, ни материалов доследственной проверки на руках. Но мы понимаем, что так как Башкир-Фотодор был одной вот этой большой огромной воронкой для бюджетных денег, то мы вполне можем допускать, что что-то там, значит, не так происходило с их освоением. Но и сейчас еще прозвучал тревожный сигнал о том, что начались попытки банкротства. Ну, то есть, по крайней мере, уже были выданы иски несколькими компаниями. Правда, там очень были смешные цифры, на что обратил внимание, что, ну, иски были там просто о нескольких миллионах рублей. О взыскании, либо объявлении банкротом. Ну, то есть, о таких суммах не идет речь, когда мы говорим о таком крупном предприятии, как Башкир-Фотодор, там немножко другие нули. Вот, но что-то тревожное там происходило в хозяйственной деятельности, и потому я считаю, что вот это явление закономерное. Другой вопрос, чем это сейчас там, ну, в конце концов, завершится, либо как это продолжится, да? То есть, господин Юланов, он сейчас где? На свободе с чистой совестью или уже нет? Была информация о том, что еще ряд сотрудников, в том числе бывших сотрудников Башкира-Фотодора, ну, каким-то образом вовлекли вот эту орбиту следствия и следственных действий. То есть, вчера к вечеру там вот по Кармоскалинскому району и бывший первый зам. Тоже были каким-то образом привлечены к этим действиям. Пока у нас нет достаточной информации, но я еще раз повторю, что и проверка, и контроль Башкира-Фотодора – это важный элемент наведения порядка в финансовой системе республики. Давайте отметим просто, что дорожная отрасль у нас накачивается сейчас активно деньгами, поэтому я думаю, что это прямо лакомый сок бюджета. Конечно, конечно. Огромные бюджеты, они превышают предыдущие года там даже кратно некоторые. То есть, соответственно, понятно, что у нас так уж устроено все. Чем больше этот поток денег, тем больше попыток ими воспользоваться незаконно. А надо сказать, какие еще госкомпании республики находятся сейчас в зоне турбулентности подобной? Все, кроме Башпирта. Да, Башпирт плотно стоит на ногах. То есть, как бы у него все понятно со сбытом и клиентурой. Он уже в Махачкалинском аэропорту. Да, и потребителем. Проблемы, на самом деле, системные в экономике. То есть, ну, давайте смотреть там, я не знаю. У нас осталось очень немного государственных предприятий полностью, да, государственных? Да, у нас много их. Аэропорт. Аэропорт, Уфа. Уфа, Башспирт и... Башавтотранс. Башавтотранс. Ну, и вот Башкировтодор там частично, да, там есть. Да, мы откроем сейчас список группов там. Крупных осталось очень мало. Крупных очень мало осталось. И они все действительно в зоне риска, потому что, ну, потому что у нас сейчас экономика в зоне риска. То есть, Уфимский аэропорт из последних сил, ну, держится и не снижает... Там навес делают, наверное, за миллионы. Нет, мы не говорим о реконструкции, мы говорим о функционировании предприятия. Угроза, в первую очередь, лежит в этой плоскости. То есть, в России кончаются самолеты, российские компании не летают за рубеж, иностранные компании все меньше и меньше заинтересованы летать в Россию и прочее. Ну, то есть, в подобных обстоятельствах, скажем, предприятию Уфимский аэропорт очень непросто выживать. То есть, им нужно придумывать, например, внутренние авиалинии, они уже летают там чуть ли не в десяток каких-то дополнительных мест, в которых никогда не летали, и молодцы. И это правильно. То есть, выживать нужно. Но, я еще раз повторю, под угрозой находятся практически все крупные предприятия, потому что общая обстановка в стране такая. Не, ну, может быть, у нас рейсы в Сибаи откроются наконец-то. Или, например, Старо-Сухан-Кулова. Там есть чудесный аэродром на горе. Мы только за это, на самом деле.